Всем привет! Сегодня приготовим закусочный торт из слоеного быстрого теста и нескольких начинок. Этот торт не размокает, сохраняет свой вкус и структуру даже спустя сутки. Готовить просто из самых доступных продуктов. Несмотря на это, он очень вкусный, выглядит аппетитно и займет почетное место на праздничном столе. Начнем с коржей. 350 грамм муки, пол чайной ложки соды и пол чайной ложки соли. Хорошо перемешаем. Затем замороженное масло или маргарин натираем на крупной терке. Понадобится 200 грамм. Периодически смешиваем масляную стружку с мукой. В тесто разбиваем одно яйцо. Добавляем 220 грамм кефира, достаточно густой использую. И собираем тесто. Сначала оно очень липнет, но когда войдет вся мука, перестает. Кстати, долго не вымешивайте, иначе снова будет липким. Собранное тесто слегка припыляем, делим на 5 частей и скатываем каждый в шарик. Пока убираем в холодильник, будем доставать по одному кусочку и раскатывать. Чем тоньше раскатаете корж, тем более хрустящим он будет. Часто накалываем вилкой, чтобы тесто не вздувалось. И выпекаем при 200 градусах 10-12 минут. Все зависит от толщины коржа. Края начнут золотиться, значит корж готов. Готовые коржи остужаем на решетке. Кстати, можно выпекать сразу несколько. Или, например, сделать большой, а затем разрезать. Как вам удобнее. Остывшие коржи обрезаем, чтобы они были одинакового размера. Обрезки измельчаем через терку в крошку. Готовим начинку. Консервированный тунец и немного сока от него разминаем вилкой. 4 вареных яйца натираем на крупной терке. Можно смешать с майонезом. Я же добавляю оставшуюся водичку от рыбы. Дополнительно можно посолить. Твердый сыр натираем на мелкой терке. Сыра здесь 200 грамм. Делим на две части. Кстати, вместо твердого сыра очень вкусно будет использовать сливочный сыр. Первый корж промазываем майонезом. Распределяем сверху сыр. Если берете сливочный сыр, то майонез совершенно не нужен. На второй корж кладем тунец. Здесь уже ничем не смазываем. Корж пропитает именно сок от рыбы. Третий корж смазываем яичной массой. Она тоже достаточно влажная. А четвертый, как и первый, смазываем немного майонезом и засыпаем сыром. Пятый корж остался для верхушки, который просто смазываем. И посыпаем крошкой. Готовый торт убираем в холодильник на пару часов. Желательно чем-то уплотнить сверху. По вкусу похож на пирог и съедается быстро. Готовьте с удовольствием. Ставьте нравится. Делитесь видео с друзьями. И не забывайте про комментарии. На этом сегодня все. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!